Музыка Вот начались московские метели, снега много даже в столице, он белоснежный и сделал мир чище. За моей спиной такой же белоснежный храм в честь покрова Пресвятой Богородицы. Его строительство началось в 2009 году, и за год полностью объем храма был возведен. Около полумиллиона человек приняли участие в его возведении, строительстве, выступая благотворителями, жертвователем. Всегда душа русского человека стремилась к Святой Земле. И здесь, как раз в этом храме, в районе Ясенева, в новом храме, создана икона Святой Земли. Здесь можно прикоснуться к святыням Вселенского Православия. Это точные копии Вифлеемской звезды, кувукли гроба Господня, камня помазания, гефсимании, где произошло успение Божьей Матери. То есть мы всегда стараемся приблизить Святую Землю. Так вот, в Ясенево это удалось. В Ясенево это удалось. Добрый день. Мы находимся в уютной, достаточно очень гармоничной, хорошо устроенной трапезной храма Покрова Пресвятой Богородицы, что находится в Ясенево. Нас встречает Василий Викторович Попов. Здравствуйте. Сколько Вы здесь работаете лет? Здесь работаю третий год. Понятно. Но это уже при Вас произошло или Вы сюда так пришли? Да, это произошло при мне. Первоначально я занимался мозаикой в Верхнем храме Покрова Пресвятой Богородицы. Ну а готовим что сегодня? Так, сегодня мы с Вами готовим рыбу. Говорят, Вы это сами поймали, правда? Да, эта рыбка была поймана лично мною в Астрахани. Да, привезена сюда, разделана. То есть Вы настоящий рыбак? Да, рыбак. С каким стажем-то? С огромным, уже трудно вспомнить. Вы знаете, самая большая рыба, какую поймали в жизни? Глаза во, губы во. Как у рыбаков. Невозможно показать самую большую рыбу, сами понимаете. Значит, карась выловленный. Карась называется буфало. Он гораздо вкуснее прудового. Сильнее, вкуснее и нажористый, как говорится, так сказать. Жирный, хороший осенняя рыба. Значит, мы его будем запекать сегодня с овощами, запеченными с грибами. Вот. Что делать? Первоначально мы подготовим овощи. Возьмем кабачок. Ну, такой роскошный зимний обед. Да, роскошный зимний обед. Можно, так сказать, упростить его по своему усмотрению. Так, шинкуем. Шинкуем овощи так, как кому нравится. Мне нравятся овощи, когда они крупно. Соответственно, для того, чтобы они при тепловой обработке не развалились у нас. Сколько повар знает секретов? Сколько поваров, столько и секретов. Цукини. Также тоже у нас будет, где у нас цукини. Вот она, да, как раз нам много не надо для этого блюда. Немножко, так сказать, кабачок, цукини, баклажан. А мама в детстве хорошо готовила? Очень хорошо. Мамулечка моя готовила. Она работала нянечкой в детском саду. И одно время даже поваром. Расскажите, какой у вас храм и какой отец настоятель? Отец настоятельный у нас лучше всех. Замечательный, созидательный человек. Это так редко сейчас. Все больше говорят. Ну, наш батюшка объединяет вокруг себя команду настоящих единомышленников и творит чудеса с Божьей помощью. Например, какие? Ну, все, что вы здесь увидите, это творение, можно сказать, нашего отца Архимандрита. Далее у нас еще осталось два ингредиента. Так, перец желтый, также крупно режем его, и перец красный. Ну, вот вы не случайно принесли все равно эту трапезную икону? Да. Вот расскажите, что это за святой, да, и как вы с ним познакомились, можно сказать, да? Ведь, допустим, когда святитель Дмитрий писал о житии святых, ведь они же ему являлись, помогали, правильно или неправильно он что-то делает. Вот откуда этот святой, чья икона здесь? Если кто не знает, покровителем поваров является преподобный Ефросин Повар. Вот его икона здесь вот всегда рядом. Мы перед рабочим днём всегда молимся ему, по молитвам всегда всем говорим, что мы готовим по молитвам преподобного Ефросина Повара. Он был иноком и работал послушником на кухне в одном из палестинских монастырей. И отличался особой кротостью и послушливостью. Братья даже удивлялись, насколько хватало ему терпения. И один из священников этого монастыря очень усердно просил Бога открыть ему блага, которые, так сказать, уготованы праведникам на небе. И вот в один из дней, ну как-то ночью, одному из батюшек приснился такой сон, что он у врат райского сада, и он видит в этом саду своего, так сказать, послушника Ефросина. Он подошёл к Ефросину и спросил, брат мой, а что ты здесь делаешь? Он говорит, по великой милости Божией, я здесь ухаживаю за садом райским. Он говорит, не мог ли ты мне угостить какими-нибудь плодами? Он говорит, пожалуйста, отче, выбирайте, что вы хотите. И батюшка указал на райские яблоки. И Ефросин сорвал ему три яблока, завернул платок и одарил его. Утром, значит, батюшка, проснувшись, подумал, какой чудесный сон. Но тут же понял, что рядом, значит, с ним лежит платок, с ароматными яблоками его развернул, и понял, что это всё-таки действительно явь, которую Господь ему открыл. Он подошёл к Ефросину и спросил, Ефросин, а где ты был сегодня ночью? Он, отче, я был там же, где и вы. И после этого, значит, он пошёл, отслужил службу, открыл всё это братья и братья, чтобы поблагодарить своего брата, что он достиг такой духовной высоты. Пошли на кухню, так сказать, к Ефросину повару и обнаружили, что он бесследно исчез. То есть, чтобы уйти от славы человеческой, он ушёл. Покинул. Людей, которые, так сказать, чтобы не возгордиться или там по каким-то причинам, вот какой великий, святой и покровитель наших поваров, у всех, если кто не знал. Вы, интересно, нам очень историю рассказали. И так всё порезали, пошутковали. Всё порезали, да. Так, ещё у нас осталось немножечко. Лук, соответственно, да. Лук мы делаем такими ломтиками. Пожалуйста. И немножко морковки. Всё. И сколько вы готовите сейчас в день? Сколько вы человек кормите? По-разному. От 50 до 200 человек, может быть, по-разному. У нас понятно, что в будние дни мы кормим трудников и немлагочисленные желающие... Ну, кто приходит. Кто приходит, да. Трудники, прихожане после службы всех мы с удовольствием кормим. Затем, когда мы овощи нарезали, мы маринуем их соевым соусом. Ну, самым обычным, да? Самым обычным соевым соусом, оливковым маслом. Они так должны постоять или нет сразу? Да. Мы сейчас также добавили сюда хмели-сунели. Всё перемешиваем. И на коворотку? Да. Овощи должны немножко промариноваться. Постоять минут 10-15. Затем уже в духовой шкаф. Готовим мы будем его в парок и на томате. Ну, замариновались немножко и теперь... Добавляем карасю. Мы её надсекаем. Ну, чтобы пропиталось, да? Во-первых, чтобы... Да, косточки мы все надсекаем. Мелкие кости. При тепловой обработке они... Так, хорошо, так сказать. Теперь мы... Также хмели-сунели, соль, перец. Такая смесь внутри, снаружи. Всё это натираем. Очень приятно смотреть, как человек работает. Натирай. Так. Пожалуйста. И туда внутрь, да? Лимон. Лимон. Так. А для чего вот лимон внутрь? Лимон. Ну, аромат, вкус рыбки. Караси, он всё-таки... Любая рыба пресноводная, она имеет такой своеобразный привкус. Тинный, как бы так сказать, можно сказать, в воды. А трава, чеснок и, соответственно, лимон, оно... Это устраняет полностью этот запах и вкус неприятный. И ещё, значит, берём чеснок. Чеснок? Давём, да? Давём обязательно. Немножко шинканём. И положим вовнутрь. Также зеленушечки. Укроп. Ну, а приход большой здесь? Приход большой. Слава богу. Прихожан много. Прошёлась. Всё это мы зафаршировали рыбку. Она должна у нас также постоять минут 10-15. А потом? Перед запеканием. И затем мы вместе с овощами отправляем её в пары кинетомат. Мы смазываем оливковым маслом наш противень. Выкладываем туда рыбу. Рыбку мы также смачиваем оливковым маслом. Загружаем в пары кинетомат. Ставим на 25 минут. Сто семьдесят градусов на средний жар. Включаем. Параллельно наши овощи выкладываем маринованные овощи. Выкладываем на противень. И так же запекаем в пары кинетомате на только 15 минут. У кого нет пары кинетомата? Можно. Это блюдо можно готовить в простой духовке. Только, соответственно, в духовом шкафу время готовки надо увеличить минут на 5. Как рыбы, если рыбы 25 минут, в духовке 30, при 170 градусах. А овощи не 15, а минут 17-18. Не более 20, чтобы они у вас не разбрелись. Всё. Через 25 минут у нас блюдо будет готово. Прошу вас, наше блюдо готово. Очень красиво. Запеченный карась с запеченными овощами. Нам остается только украсить это всё зеленью. Под рыбу ещё лимон, наверное. Как скажете. Скажу. С удовольствием. С удовольствием. Лимон никогда не помешает к рыбке. Вот так вот. Такой нарядный букетик моего. Мне просто интересно, как вы лимон сделаете. Порежете. Сделаем с любовью. Прошу вас. Очень красивый лимон. Последний штрих художника. Последний штрих. Повар художник? Всегда. Так, сделаем такой вот тоненький лимончик. А когда настроения нету? Когда начинаю готовить, настроение всегда появляется. Божьей милости. Прошу вас. Вот так вот. Ну теперь приглашайте. Милости просим, да. Сюда же могут приехать каждый? К нам могут прийти любой желающий, отведать наши чудесные, вкусные кухни. Наш храм открыт, наша трапезная открыта с 10 часов утра и до 4 часов вечера. Всех милости просим отведать наших чудесных блюд. Ну вот сегодня мне практически благодаря Василию Викторовичу потрудиться не пришлось. Я надеюсь, что это очень вкусно, красиво, очень просто сделано. И как только выключится сейчас свет и камеры, мы как раз это попробуем. А вам желаем всем самого доброго, радости в этой жизни, хороших дней поста и чтобы свет вифлеемской звезды всегда озарял вашу жизнь. Но и также надеемся, что у кого будет время, обязательно посетит храм Покрова Пресвятой Богородицы, что в Ясенево. И может зайдет сюда. Но то, что сюда зайти и приехать надо, я вас уверяю в этом, потому что вот тот дух, святынь, то, как с любовью все сделано, не только вот трапезная, которую сейчас Василий Викторович продемонстрировал, но и с какой любовью устроен храм в наши дни, и мы все были свидетелями, это посмотреть, конечно, нужно. Познакомиться с этим и, конечно же, помолиться. Всех вам благ. Да, всего самого хорошего, слушай вас. Постимся постом приятным, как говорят мудрые люди. Спасибо, Господи. Вам всего хорошего, вы нам подарили чудесную историю. Всегда рады. Всех ждем с удовольствием. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!